всем привет друзья с вами дима one point и я дальше долбачу rds official видеогейм и кстати на эту игру вроде как должна появиться скидочка поэтому те кто не хотели платить ту сумму которая была то переходите по ссылке в описании посмотрите какова она сейчас и может быть вас это все устроит и вы возьмете себе игру ну конечно же если вы прям очень хотите нее поиграть но пока что я продолжаю играть на геймпаде и сегодня я хочу попытаться найти самую идеальную машину для езды на геймпаде и при этом я не хочу ничего настраивать вот тут как максимальный такой вот чувак которому ничего не надо он хочет просто взять геймпад и просто прокат покататься боком на всяких новгородах ритрингах и прочих таких вот трассах из rds в общем геймпад у меня есть вот это вот волга оказалась очень даже неплохо для него до машину вполне себе хорошо ехала на геймпаде и вообще без всяких проблем все это было с фланкером кстати тоже самое он также неплохо ехал на геймпаде а вот с 21 05 уже нужно было как-то вот привыкать что-то вот чё-то как-то уже все было не то ну ладно в принципе мы можем попробовать взять и продать машину сколько у нас за это денег нисколько да у нас просто машина удаляется и я так понимаю то что у нас чтоб купить место в гараже я его не смогу потому что недостаточно долларов и игра нам не показывает к сожалению сколько долларов надо но надеюсь там где-то тысяч двадцать хотя бы поэтому пока что я считаю давайте прокатимся на фланке и 80 процентов и 50 процентов у нас шины 8 процентов двигатель вся прошила так но тут я думаю нам еще хватит а вот шины надо быть там три тысячи эти потратить и давайте покатаемся еще на фланкере в соревнованиях тут у нас есть онлайн соревнования и еще и доу-мэйдж у нас есть тренировка оффлайн давайте в shadow match наверное съездим royal togo что-то я не помню эту трассу drift paradise to grow тут подождите она вот вот первый этот раз разве была может быть она новая добавилась но тем не менее хочу прокатиться на ней поехали условия у нас тут пасмурно нет я хочу ясно и нажимаем старт заезда фланкер у нас должен быть просто пушечка не знаю конечно смогу ли я накопить на новое машиноместо на еще одно но пока что поехали кстати это у нас я так понимаю боты сейчас ботами будем кататься и можно даже тандем дрифт с ними замутить но это определенно поинтереснее чем мультиплеере потому что мультиплеере и некоторые ребята прямо иногда перебарщивают со своей серьезностью и как-то ну начинают вести себя не очень адекватно оскорбять в чате то что ты нубяра и прочее вот такое вот бывает ну а то тут смотрите как все прекрасно у нас получается это реально призраки они у нас прозрачные спокойно вот так вот едешь еще за за тандемчик зарабатываешь очки единственное что могу сказать для этого тоги тоги тогу все по-разному называет машина конечно такая прямо на у нас очень как бы так сказать мощная наверное потому что мы всю тогу практически едем на второй передаче и вот сейчас вот я не так тут надо подсброситься оттормаживаемся 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 нормально чувствуем автомобиль так так ну туда тут надо на каком-то с иксе ехать о чем быть таком более медленном хотя вот сейчас вот тут надо бы ускориться а я что-то как-то замедлился и давай давай фланкер вот фланкин это просто пушка это просто пушка но мне хочется догнать у тот с икс чтобы с ним в тандеме проехать потому что в тандеме насколько я понимаю здесь у нас очков больше дают и вот посмотрите какой тут офигенный склон вот это мне нравится вот это только я совсем уж как-то уехал во внутреннюю траекторию хотелось бы конечно пошире на фланкере я думаю это все возможно делать так 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 3000 очков давай только не в стену черт это было плохо так пока что мы на третьей позиции я конечно понимаю то что это бот и зачем я с ними соревнуюсь но тем не менее все таки какой-то соревновательный элемент должен быть что-то пока что не очень все так хорошо у нас идет давай 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 фланкер тащи тащи мать твою за ногу давай давай на четвертой передаче валим 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 разгон 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 нет ушло ушло это все дело вот тут наверное я зря так разогнался до на третью передачу и потихонечку вот это то кстати вот это мне нравится вот тут мне сразу захотелось взять а е86 на самом деле вот именно для этой трассы посмотреть как она здесь подойдет но пока что мы тут едем прям очень даже хорошо черт узко очень узких мне кажется для этого автомобиля тут надо что-то такое примут на кулачах как-то ехать наверное на какой-нибудь как раз а е86 на чем быть таком вот но фланкер это мощь это определенно мощь я на первую позицию как-то выбился но я так понимаю на первую позицию выбился потому что тут ребята еще типа не скинули свои очки так давай давай вали вали фланкер вот эта машина нет все таки вот фланкер на геймпаде это пусть и вообще это просто пусть и ну и газ 24 24 тоже неплохая пусть и так и вот есть мы уедем туда в туннеле что происходит а ничего не происходит здесь у нас просто так же как получается вас это корса да так ну чё поехали теперь вверх посмотрим как фланкер это все сделает именно уже вот сюда при поднятии в гору они с горы его тут я слишком сильно слишком сильно получается врезался так но я буду надеяться то что у нас хоть какие-то деньги за это все дадутся потому что нужно сейчас копить на новое место в гараже мне не хочется продавать прикольные автомобили там типа 2105 газ и тем более вот фланкер на котором я тут в основном и езжу мне нравится больше всего потому что я как-то фанат диди кабы и мне нравится фланкер f потому что чувствуется что эта машина прям очень хороша так ну чё давайте прямо на 4 передачи вот здесь кстати у нас туда же уже тандем дрифт потихоньку получается но я ушел слишком во внутреннюю траекторию стартуем сразу со второй передачи и поехали так потихонечку ресурс двигателя будем стараться держать поэтому меньше в отсечку долбим стараемся более полную блин ну слушайте метра со нравится она реально хороша да и фланкер себя здесь показывают очень даже наваливаем бачочком так 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 о ее ее немножко задели тут жопа это все дело оттормаживаемся вот вот конечно вот сейчас было вообще не очень красиво мне кажется так один чет стоит тусуется услышите но вот эти вот призраки ведут себя очень натурального прям такое ощущение как будто реально мультиплеере находишься но находимся мы естественно не мультиплеере давай фланкер не задыхайся смотрите нормально прет прям в гору на 4 передачи финиш 17000 у нас было 0 клипинг-поинтов ну и как бы это логично потому что чего то какие клипинг-поинты зато у нас первое место и 160 тысяч будет 160 тысяч 160 километров в час у нас было максимальный дрифт и так 22 тысячи у нас теперь есть ну что давайте попробуем купить купить машина место и что мы его купили или нет я чуть не понимаю ну подайте на клавиатуре нажму 20000 вот будет потрачено отлично отлично мы купили машина место ну что же на самом деле долго я тут вас томить не буду я хочу купить себе rx7 дипро зи кстати кстати это zk александр гринчук далее да ладно zk грине появилась офигеть так я хотел купить rx7 но теперь похоже все поменялось я хочу взять zk грине это интересно это ну это конечно прям не точная копия zk грине это понятное дело тут и ливрея как бы есть вот эти вот все дела слушайте в этой в этом с иксе 735 лошадей для с икса это прям ну нормально очень даже нормально так а где у нас получается где нас получается то чё 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 почему нету где rx7 она получается не в этом dlc что ли находится на нас тут есть всякие mercedes и qr 37 что это это у нас получается 370 z так dlc давайте смотреть бодас верт 34 то что 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 да ладно дал ой около мэне вот это нужно брать 828 лошадей вера вер 38 боже мой охренеть не слушайте но согласитесь вот это реально круто в какой-нибудь там осетки да можно можно может быть найти эту машину там скачать модельку все дела но блин но тут она уже сразу есть без всяких скачивания она просто взяла и появилась в игре это же мать вашу круто . блин аркаши хорошо смотрите как у нас получается все круто сначала проехали на тачке декабы а теперь поездим на тачке аркаши хорошо я полезу опять в shadow match не поедем мы в этот тогу давайте поедем вот в эту тогу который находится в японии давайте старт заезда и полетели мне крайне интересно как эта машина будет сейчас вести себя в игре ох какой она приземистая как она прикольно выглядит так стартуем со второй передачи полетели здесь у нас сразу предлагается ехать либо чейзером либо лидером пар на заезде были на на такая управляемая ребят охренеть так вот тут давай 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 блин тут надо было широко проехать но она прямо едет так очень уверенно так клипинки взял и в стену просту ли фу я ее заселил я думаю что стену улечу давай приближаемся приближаемся отлично взяли клипинги так полетели дальше какой она управляема охренеть просто я тут нахвалил фланкер но я сейчас понимаю то что r34 аркаша это это сладость в этой игре по крайней мере на геймпаде так 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 офигенно ребята это офигенно я конечно понимаю то что кто-то может подумать что типа вот какая-то на напыщенная у него реакция типа ну нет удивление на геймпаде машину управляется очень даже интересно очень хорошо вы сами видите я здесь так сильно гашусь и резко просто нажимаю на газ и при этом машина спокойно уезжает и я держу в дрифте есть ней ничего такого страшного не происходит она едет вообще без всяких тому проблем спокойно кстати на ручник откликается вот тут проблема была у некоторых машинах нажимаешь на ручник и вообще ничего не происходит просто ничего как будто ты ничего не делал и ничего не нажимал и вот мы тут приехали конец и можно принципе шины немножко починить но зачем нам это делать пока что у нас они есть кажется они не кончились там он ездит кто-то надо бы его догнать и замутить с ним тандемчик но пока что тачка аркаша меня прям радует в этой игре не знаю конечно насколько это все реалистично ну вы сами все понимаете это это условности реалистичности наверное на геймпаде тут точно ты не увидишь но как она едет то как они ну вот блин у меня просто нет слов или нет слов так 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 тут по широкой по широкой на 60 километров в час а как вам на третьей передаче так 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 это ой-ой-ой по этим клипингом мы прям проехались так 8000 пока мы тут намутили за дрифт так давай-давай-давай по широкой ой-ой-ой-ой-ой не очень красиво мы взяли клиппинги и теперь на четвертой передаче будем валить прямо на самый верх топи топи бдс бдс отлично ну так хреновенько мы кашни эти клиппинги взяли но на геймпаде ребята это наверное реально лучшая машина для геймпада тихо 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 так 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 главное что она очень прям так легко ставится боком с ручника но вот есть не проблема на четвертую передачу если переключишься не вовремя то логично что тачка выпрямляется то есть как бы фланкер он такой как сказать более моментный что ли то есть если ты где-то но и накосячил то ничего страшного не происходит машина не выпрямляется у нее момент присутствует на всех передачах где же все таки в основном получается ходовая третья и как бы четвертую если ты не вовремя включил то ее включил как бы не вовремя вот тут можно уже все мне кажется замедляться разворачиваемся но такая на самом деле маленькая того получается так полетели сразу со второй сжигаем дальше резину поехали вниз надо бы конечно кого-то нагнать но чего-то они все как-то совсем странно ездят постараемся на большой скорости все это делать сейчас у тут со спуском да блин опять я тут не широко поехал 5 очень узко еще и на прямых колесах ну вообще молодец максимальный так здесь немножко замедлились и тут нужно во внутренние клиппинги отлично мы их собрали но от машина потом выровнялась опять закидываем ее на ручнике полетели успеем ли мы приехать во внутрь до проехали во внутрь но я чуть в канавку не слетел так пока что все хорошо покажется хорошо на ручничке но да они как-то против шерсти ездит либо это я против шерсти вижу одно из двух но более на мне нравится слушайте мне нравится она едет и вот сейчас смотрите как аккуратненько мы взяли эти клипы вот это я понимаю так ну тут вот конечно нужно было прям долететь и я чё-то что-то сильно замедлился так на четвертую полетели полетели разгоняемся и вот тут что-то мне кажется я переборщил да достаточно сильно переборщил аж так развернуло меня неплохо так полетели дальше дымим 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 вот тут есть рыкса рыкса давай мы к тебе пристроимся пока что вот так вот поедем потихонечку на второй передачи 4 у нас уезжает давайте на треть уже переключимся и тут финиш 20000 очков мы заработали на bad s gtr 34 31 клиппинг мы прошли 31 клиппинг point что-ли 31 клиппинг не знаю как это правильно у нас дали даже экспу и дали 8000 паксов да мы же практически богачи получается но естественно нужно немножко починить машинку давайте потратим уж эти 2500 на резину и пойдем еще в соревнования мне что-то shadow match очень понравился никто не пишет чате типа давай встанем никто не пишет чате ты дебил не умеешь ездить и прочее поэтому давайте найдем что-нибудь такое интересное чтобы у нас интересное такое где вы покататься но все-таки наверное я бы хотел поездить на red ring потому что это будет наверное отличная трасса для того чтобы поездить на этом автомобиле в чем бы и нет старт заезда погнали просто вот хочется как-то подольше поездить на этой тачке так ну что нас почему-то хотя чтобы стартовать с третьей передачи но я думаю если сообразнее стартовать со второй у нас тут жесткие буксы и полетели так тут клипы прошли тут по клипу мы проехали теперь сюда давай давай топи 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 здесь на на четвертую нужно да вроде бы кстати неплохо проходим вот тут на ручнике закинулись клипы вроде взяли теперь сюда не осушите но мне кажется она определенно определенно едет очень хорошо прям вообще она какая-то чувствуется легкая резкая и при этом прям шустрая на газ нажимаешь и машина прям сразу летит как пусечка блин круто нет реально круто вот почему-то никакой автомобиль у меня прям таких жестких эмоций не вызывал как именно bts gtr но не знаю почему реально не знаю почему прям смотрите как все резко получается единственное вот я сейчас немножко кому по моему слишком уж замедлился так поехали вот сюда так тут надо как-то по-нормальному поставить так есть так погнали дальше третья передача и вы посмотрите как она хорошо наваливает зашли теперь здесь зашли но зашли знаете в таком просто мини-дрифте да вот вот тут она на ручник прям очень хорошо отзывается прям чувствуется что машина понимает что на ней есть ручник некоторые машины вот такое подозрение что как будто ручник на них отключен ты на него нажимаешь ну тачка вообще никак не реагирует здесь же прям все ок так вот тут едут против нас всякие супры заехали теперь сюда но тут мы конечно слишком широко пролетели теперь сюда отлично не ну смотрите клипы она берет просто идеально это вряд ли у меня скилла вырос все-таки это реально машина делает так и тут клип взят и тут даже клипы взяли в обратную сторону поехали клипы берем вот это я понимаю вот это класс так а если сюда сейчас полететь давай 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 да я я я все-таки вынесла все-таки вынесла так хотел я попробовать зайти в этот поворот прям с такой раскачечки по красоте и вот здесь опять мы широко заехали еще и зачем-то зауглились теперь вот сюда летим давай давай да отлично еще клипы взяли так теперь сюда ну тут опять как-то мне кажется я узковато поехал так 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 держимся 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 теперь сюда против шерсти езжу ну блин чё поделать хочется мне хочется так ладно давайте сейчас развернемся поедем не против шерсти так я хочу знаете откуда поставится будем прямо отсюда и спарка ставится но это шпарк вроде как получается у нас так поехали так 2 3 вроде пока что держимся и вот здесь вот ставимся так три клипа взяты опять же угол был вообще маленький тут я почему-то проехал все это мимо поставились вроде топим 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 и теперь тапку в пол можно на четвертую даже теперь сюда скорость слушайте скорость вообще хороша машина гасится так удобненько те моменты когда нужно прям но здесь слишком широко снова так немножечко раскачки в нашем серии и теперь здесь и опять я за углился слишком сильно вот этот поворот как то вот он мне на всех машинах очень тяжело дается не знаю почему ладно давайте поехали сейчас я постараюсь на большей скорости поставится так и пролетели мимо клипа опять по клипу проехали так теперь сюда давай 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 на второй передачи этот счет уж прям совсем на 3 так мы в принципе я думаю тут на на 3 можно дотянуть вообще без проблем так на вновь но желтый не на зеленый черт так теперь здесь по одному проехали прям сушки ну тут мне кажется на третьей передаче можно спокойно весь конфиг отъездить вот 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 прям посерединочке конечно не совсем красиво но спокойно на третьей передаче мы это все сделали ну а теперь давайте ставимся ох ты вот хорошо залетели но блин чё-то как-то дальше все это получилось не очень круто блин ребята эта машина позволяет такие вещи творить это просто жесть если она хотя бы на половину такая же классная как и как здесь в жизни то я аркаши конечно завидую прям неистово это получается он там просто кайфует на rds как еще по-другому просто кайфец серьезно вот если она такая же в жизни такая же податливая также легко делать перекладки такая же невесомая как она тут ощущается это круто это определенно круто 6x пусть его лишь заработали но при этом 9000 кредитов и принципе мы за эту серию вернули свои деньги которые были у меня изначально когда я только вот сегодня зашел в общем бат с gtr 34 оказался неплохо аркаши классная машина и мне кажется мы нашли машину на которой классно готов катать катать на геймпаде да но у меня на этом все если вам понравилось это видео не забывайте поставить лайкусики обязательно подписаться на канале еще этого не сделали и нажать на колокольчик не пропускать мои новые видео по гоночным играм ну и конечно же чекните чё там по скидке вдруг она вас устроит всем пока пока